Волонтерское движение в России развивается с каждым годом, особенно ярко оно проявляется в этот непростой период пандемии. В Искитимском районе на время ограничительных мер роль добровольцев взяли на себя в первую очередь социальные работники. Они помогают пожилым людям приобрести продукты питания и лекарства. Однако и молодежь, несмотря на карантин, не может бездействовать. Районный волонтерский корпус просто перестроил свою работу. По работе с ветеранами, полное соблюдение режима самоизоляции, то есть полтора метра от человека, обязательно в масках, перчатках. Собираться в расширенном составе теперь нельзя, и сами встречи редки. Сегодня здесь только координаторы отрядов. Они обсуждают план работы на май. Хоть все масштабные мероприятия отменены, но сидеть сложа руки здесь не привыкли. Главное условие – соблюдать меры безопасности и допускать к работе с людьми только совершеннолетних ребят. Мы отрабатываем заявки, которые поступают к нам непосредственно от тех ветеранов, с которыми мы лично знакомы еще в период подключения ЦТВ. И также мы отрабатываем какие-то глобальные акции, вроде раздачи продуктовых наборов от птицефабрики. Руководит волонтерским корпусом района Дмитрий Синкин. Добровольцем он стал полтора года назад, быстро освоился и проявил лидерские качества. Сначала стал координатором чиновнического отряда, затем заместителем руководителя, а после возглавил волонтерский корпус. В нашу организацию приходит множество талантливых ребят с разного возраста, от 14 до бесконечности, так сказать. Таланты у них самые разные, занимаются они самыми разными вещами, что крайне удобно, так как деятельность волонтерская сильно отличается. То есть иногда мы помогаем ветеранам, а иногда сопровождаем мероприятия. Многие мои друзья начали вступать сюда и решила тоже себя здесь попробовать. Я просто искала хобби, скажем так, себя и все. И нашла себя здесь. Нравится очень помогать людям и понимать это. То есть для самой себя как бы внутри хорошо. Заявки на помощь волонтеров принимают в отделе молодежной политики района по телефону 24628 либо через социальные сети.